ну что дорогие друзья всем привет с вами снова я Денис Хагов и магазин эктотранспорта iMac by финалочка от меня по поводу v11 моноколесо на котором я уже проехал более чем 600 километров и последняя была поездка сделана буквально на днях опять по всему по побережью приморье наша балтийская нида нида паланга поездка 94 километра за один день мы сделали я ехал на этом колесе и по прошествии всей этой поездки вообще всего этого что на этих колесах накатал и теперь как вы видите действительно я эти колеса тестирую уже больше чем там 30 40 километров а то есть новые продукты я уже стараюсь тестировать намного дольше и больше чтобы было скажем так больше объективности и больше понимания вообще о том что это за продукт и что он из себя представляет так вот финалочка честный обзор ничего не будем как говорится скрывать и лукавить а тут уже стали меня заподозревать да что вот денис ты там да там с кинг-сонгом не очень тут моушен пиаришь и так далее так вот давайте поговорим про и моушен v11 и начнем наверное мы с того что колесо продержалась эти свои 600 километров до с небольшим что я заметил по по мере того что я на этом колесе эксплуатировал первый момент о котором я хотел бы поговорить это именно подвески так и здесь вот здесь есть очень важный момент да то что вот я изначально говорил про этот люфт когда вот и чувствуешь что в направляющих колесо ходит так вот по прошествии 600 километров а люфт немножко усилился не критично но я чувствую что он стал сильнее когда ты едешь по ямам то то колесо есть она все время на разгоне напряжение то она как бы не болтать но если ты едешь на нем более свободно то ты чувствуешь как вот этот вот вперед-назад такое вот немножко есть скажем так немножко такой люфт и болтание она она присутствует она существует никуда она не делать это первый момент второй момент о котором я хотел поговорить о самой настройки подвески потому что если уже видел есть много роликов там учат людей как правильно накачивать как правильно настраивать да и сам производитель тоже на мой взгляд не совсем точную и правильную информацию выдает в этом по этому вопросу именно в плане того что они говорят что изначально подвеска верхние камеры негативные накачены 50 50 пися и туда лезть не надо вы только докачайте докачайте нижнюю камеру по таблице что есть для вашего веса так вот эта информация она не совсем правильная только потому что зависимость присутствует между верхней и нижней камерой я не знаю при каком давлении они накачивают то есть нижней камеры не накачивают вверх но когда колесо приходит завода то есть коробки да то камеры спущена нижняя до нижняя камера спущена колесо полностью сложено вниз и понимаете что получается что если вы изначально накачаете только верхнюю камеру 50 пися и да и начнете докачивать нижнюю камеру то давление верхней камеры автоматически увеличится и если допустим с моим весом 100 килограмм, накачать 140 PCI низ, то вверх получается уже не 50 PCI, а получается там что-то в районе 90 PCI. И колесо становится именно дубовым на отдаче, то есть на вот этот вот отпрыг. То есть оно моментально реагирует и вроде бы ты вот на нем едешь, вроде бы оно качается плавно, да, при сильной нагрузке. Но как только ты проезжаешь через яму, через все, ты понимаешь, что колесо моментально срабатывает и то есть оно не поглощает этих маленьких ударов. Я вот некоторое время не мог с этим разобраться, думаю, почему так происходит. Вроде бы все сделал по инструкции. Спустился, накачал вверх 50, потом докачал низ, смотрю дубовый, думаю, в чем же дело. И вот стал разбираться, я вот говорю, я действительно понял, что оно вот так вот и есть. То есть реально вам надо обе камеры совместить. Я пробовал накачивать вверх и больше и меньше, но все-таки 50, наверное, и PCI для верха самый оптимальный. Так вот говорю, процедура такая, что вы должны накачать низ на тот, который для вас нужен. И потом обязательно проверьте давление в верхних камерах. Обязательно его проверьте, чтобы оно было 50-50. При таких настройках колесо, на мой взгляд, из того, что здесь есть, да, ну технологическое решение, оно получится самым отзывчивым. То есть уже, наверное, лучше ничего сделать нельзя. Это вот важный момент, который я заметил, говорю, по прошествии всех вот этих километров, что я на этом колесе накатал. Что еще можно сказать, да. Все темы и заявлены, пробег колеса, максимальная скорость и так далее. Пробег, да, все так и есть. С пробегом все отлично. И мы даже, говорю, катались вот в Приморье, то есть первые 54 километра пути просто без дозарядки, на приличной скорости. Не максимальная скорость, но скорость больше 30 километров в час постоянно. По хорошим белым дорожкам 54 километра сделали. Еще осталось две палки у меня заряда, то есть в районе где-то там 35 процентов еще у меня оставалось, то есть заряда аккумулятора. Я мог еще спокойно себе сделать километров 30, а может даже чуть-чуть больше. Но, тем не менее, не стал рисковать, пока перекусили, дозаправились и этот маршрут я уже закончил. 94 километра у меня еще оставалось там порядка, нормальный такой порядок. Аккумулятор еще оставался, там запас километров на 30 точно спокойно хода, может даже чуть-чуть больше. Вот, в этом плане все нормально. Теперь давайте поговорим о максимальной скорости, для которой я говорил, что мне на 51 это колесо задирает педали. Интересный момент, я честно этого не знал, но я не очень теперь понимаю, это пришло с обновлением или это было всегда. В андроид программном приложении, именно в приложении оригинальном InMotion, вы должны нажать пять раз на запись именно фичерс. Вот когда вы заходите в меню InMotion, да, у вас выбрасывает там все максимальная скорость и так далее, и вверху у вас написано фичерс, просто там ни кнопка, ничего, просто написано. Вот вы пять раз нажимаете на эту надпись, и у вас включается дополнительное меню, и именно дополнительное меню дает вам разблокировать колесо до 55 километров в час. Причем, говорю, AOC World, он вроде бы поднимает до 55, на самом деле колесо 55 не едет. Поднимает до 55 километров в час, и колесо становится немножко отзывчивее, то есть я чувствую, как оно стало лучше набирать скорость и лучше оттормаживаться. Чуть-чуть не произошло, ничего там в разы мощнее не стало, но по ощущениям колесо стало намного более такое, ну, более отзывчивое и более такое правильное, как говорится, в управлении. Когда ты на него давишь, ты чувствуешь, как оно стало получше подрывать с места. Так вот этот момент, да, я на этом колесе разогнался до 53 километров в час. Честно скажу, побоялся больше, потому что все равно 84 вольта, но, говорю, может мне надо больше доверять этому колесу. Я в полной экипировке, больше 100 килограмм, я понимаю, 84 вольта, и эта батарея на полтора тысячи, ну, ватт-часов. Немножко мне было... 53 она ехала, 53 ехала на отличном, без всяких проблем. Несколько раз я такие забеги делал. Конечно, да, это, как я и говорю, что это не Gotway MSP, это не те 100-вольтовые колеса, которые ты просто на скорости 50 километров в час ты подумал, да, поднажал, и ты чувствуешь, как он у тебя дальше просто выстреливает. Нет, такого нет, разгоняется она намного плавнее, так мягче, то есть, и ты уже чувствуешь, что она вот подходит, как говорится, мотор, и вся эта мощность, да, она подходит своей предельной мощности, то, что это колесо может использовать. Но, говорю, 53 на нем ехал, и педаль у меня на 53 ничего пока не задирало. Так что вот этот важный момент, также знайте, что есть, говорю, дополнительная опция Features. Заходите, пять раз на нее нажимаете, открывается вам дополнительный режим, и там вы, значит, можете уже тогда это колесо, то есть, оно разблокируется до 50 километров в час. Очень важный момент. Хотел бы поговорить также именно по самому колесу, вот честно, да, еще долго тоже думал, рассказывать или нет, но все-таки решил, да, надо рассказать. И это колесо сжег, и сжег я его, в принципе, на, я его сжег сразу же после съемок, там, на последнем дубле съемок промо-ролика. Именно, я его сжег очень просто, то есть, я снимал очень долго в лесу, маленькая скорость, и я на маленькой скорости, в безветренную погоду, в жаркую погоду, я в лесу на нем постоянно в горы наваливал, 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 дубль за дублем, дубль за дубль. Найду какую-то горку поинтереснее, и давай, дубль, дубль, дубль. И вот колесо у меня постоянно так стояло включенным, я поправил, опять встал, опять дубль, дубль, дубль и в общем на каком-то там пятом или каком дубле я забираюсь обратно в достаточно крутую горку ну там не критично крутая, не 45 градусов но тем не менее, достаточно крутая я медленно забираюсь на скорость где-то там 3-5 километров в час и только клак все погасло и у меня батон колесо отключилось все, ничего не работает, ничего включается я в осадке, думаю как же так что произошло вообще, что получилось из этого всего и как это вышло вроде бы новый продукт и как я его тут жег и сильно я его не насиловал и точно я на нем не ломил в эту гору то есть передать ему за много ампеража я не мог потому что это не был, говорю, такой пауэр но когда ты на горку уже валишь всем телом зажавшее колесо нет, этого ничего не было вы даже видели в самом этом ролике но тем не менее, сгорел контроллер в контроллере сгорело два элемента а именно сгорел резистор высокого напряжения именно на входе то есть на входе в плату резистор и выбила, сгорела ножка на конденсаторе два элемента а пока стали разбираться с компанией Inmotion как это так все вышло там и что произошло и так далее и что с этим совсем делать в общем я отвез эту плату в нашу мастерскую, отдал заменили конденсатор, заменили резистор все опять заработало, собрали после этого колесо уже проехало больше чем 500 километров все работает в штатном режиме вот я долго тоже, опять же, долго с Inmotion на эту тему рассуждали они, конечно, взяли на заметку считали логи, смотрят, что и как что произошло с этим колесом новую плату также сразу же, конечно же, выслали но разговор не об этом разговор, почему оно у меня сгорело и я смею предположить для себя такой следующий вывод хотя, конечно, говорю, опять же это лично мое мнение много кто со мной может в этом плане не согласиться понимаете, у них здесь в колесе вот, как они заявляют это фара, да здесь фара здесь вот у него идет приток воздуха так, да даже есть такая картинка красивая где нарисована такая волна когда воздух заходит через фару огибает волной и здесь выходит так так вот здесь вот за фарой стоит вентилятор вот этот вот, здесь вот сам корпус, где стоит вот посреди вот эта металлическая часть сам корпус он исполнен в виде такого одного большого саркофага вентилятора соединен нижняя часть, верхняя часть через специальную термопасту и резинкой термопаста такая два в одном то есть воздуха потока воздуха, да и обдува внутри самого этого чехла кожуха, да его нету контроллер полностью защищен от влаги ничего не боится все сделано на высоком уровне но тем не менее то есть если греется контроллер через радиатор вниз обдувается на скорости колесом через верх обдувается потоком воздуха вот через как здесь входит и отсюда вот этот воздух выходит если у вас получается ситуация если вы долго это колесо эксплуатируете в жаркую погоду при близко к нулевым скоростям когда не проходит естественного обдува колеса и контроллер сильно нагревается именно на поездках в такую гору и говорю то же самое было у Марти когда он пилил в гору на маленькой скорости долгое время перегрел бабах грохнулся то же самое произошло и у меня я был на съемках съемки длились больше часа колесо было не выключалось за все это время съемок оно постоянно стояло рядом грелось 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 не могло остыть и в конце концов бабах когда оно вырубилось ящик этот сверху был очень сильно горячим так вот возвращаясь к своей теории хотя говорю даже сам инмоушен мне говорит что это не так но я вот честно говорю не могу понять когда я включаю вентилятор который как бы должен охлаждать фару понимаете вентилятор получается он дует не в сторону фары и у него именно забор воздуха как я вижу он стоит вот отсюда воздух забирается я даже проверял он отсюда забирается через перед и выдувается он сюда через зад прям на сам контроллер выдувается на сам вот этот чехол контроллера и хоть ты меня убей я не понимаю то есть как она может охлаждать фару если реально то есть она то есть пропеллер дует не в сторону фары А он дует от фары сюда на контроле И сейчас, даже я не помню Это было раньше или нет, но сейчас я точно знаю Что есть такая функция Дополнительного охлаждения Именно системы Ты включаешь в программе Там у них есть Quiet Mode Есть еще как-то он по-другому называется Другой вот этот мод Переключаешь, когда вентилятор все время становится включенным И все время включенный вентилятор Обдувает вам вот этот кожух Чувствуется прям холодный такой ветерок Дует сюда прям на переднюю часть кожух И поэтому говорю Это очень странно, когда все говорят, что он обдувает лампу Но по ощущениям он дует на этот кожух И более по логичному ощущению То есть как это проектировал инженер То так оно и должно быть Так вот, чего я не сделал, я не включал этого вентилятора И я всем рекомендую Кто будет в жаркую погоду это колесо Дусить по лесу С выключенной фарой, потому что когда ты фару включаешь Вентилятор включается автоматически сразу И причем сейчас прошло Новое обновление, я всем рекомендую Обновить эти колеса, прошивку обновить In motion То когда Значит, если стоит quiet mode То когда горит фара И колесо стоит, вентилятор не работает Когда начинаешь ехать Вентилятор включается, начинает обдувать И обдувает сам контроллер Поэтому говорю, такие вот наблюдения Будете гонять на нем по лесу Если у вас действительно большой вес, то я вам настоятельно рекомендую Включать обдув и следить за температурой кожуха Чтобы оно, чтобы это колесо не перегрелось Потому что всем надо понимать, это не 100 вольтовое колесо Токи здесь проходят огромные Чем меньше вольтаж, тем больше проходит токи при той же мощности Это основы физики Поэтому это надо понимать Что колесо не для таких использований Это супер жесткие, как можно использовать 100 вольтовые продукты Но оно и сделано было изначально не с таким замахом Для комфортной езды, как я это говорил с самого начала Я от этих своих слов ни капельки не отказываюсь Потому что, говорю, 94 километра махнули по всему побережью с одним удовольствием Было разные дороги, плохих и хороших С подвеской, едешь на выпрямленных ногах Единственное, кто также со мной ехал Это был единственный наш наездник на Монстре V3 С 22-дюймовым колесом Который тоже фактически всю дорогу ехал на выпрямленных ногах По счету большого диаметра колеса Он на те ямы все просто так пролетал Все остальные, кто с нами ехал, пришлось поработать, говорю С этим колесом вообще не устал ни капельки Все прошло очень штатно и очень удачно Сильных падений больше у меня никаких не было Ничего не поломалось Наклеил я здесь, видите, по концовке Наклеил я такие подушки PowerPad Об этом я сказал Emotion Предложил им сделать такой комплект оригинально Решение именно завода, как опция Чтобы человек мог не мучиться Вот это все не приклеивать, не где-то заказывать и так далее Чтобы он мог купить уже оригинально законченный продукт И поставить на это колесо И действительно, даже такое вот решение, как у меня Сразу же добавило комфорта в езде В плане, опять же, управляемости, разгонности и торможения этим колесом Поэтому и уже сегодня, прямо вот на момент съемки Буквально за несколько часов до этого Мне Emotion прислал фотографии Своего продукта, подушки для колеса V11 Поэтому Emotion, конечно, в этом плане молодцы Вот Остальное все, говорю, осталось так, как было Колесо прекрасно себя ведет Никаких других замечаний у меня нет Причем даже, опять же, как бы ни было бы странно Но или мне так кажется уже, или я привык Но, по-моему, на мой взгляд, колесо стало спускать воздух меньше Чем оно спускало с самого начала Я не знаю, с чем это связано Но я его накачиваю Сейчас проверяю давление раз в неделю И даже при подключении насоса То есть, что теряется воздух на заполнение именно камеры самого шланга этого Я вижу, что давление упало там, дай боже, на 5 каких-то PCI за неделю То есть, я не знаю, говорю, с чем это связано Интересно, но, говорю, что накачивать Мне его теперь гораздо стало, я его реже И все это держится Там никаких проблем с этим нету Такое вот и короткое ревью Больше сказать нечего Знаю, что колесо дальше дорабатывается Говорю, подушки InMotion уже представил Кресло, на которое можно сесть на это колесо InMotion уже представил В скором времени пойдет в продукцию Обновление фирмвара скачайте, пожалуйста Запишите на свое колесо Новые колеса по моей просьбе, просьбе нашего магазина Emac будут оснащаться именно такими вот матовыми педалями Эти педали я покрасил сам и показал эти педали InMotion Попросил, чтобы не делали грязь, чтобы делали их матовые Пообещали, что новые колеса будут уже матовые Также InMotion пообещал срочно поколдовать именно над контроллерами Над охлаждением контроллера Сказали, что в ближайшее время в новых версиях V11 Будут использоваться более лучшие материалы Верхнего и нижнего корпуса То есть радиатора так называемого Более качественные материалы Возможно будет какая-то То есть я вам вообще предложил Зачем вы сделали этот корпус такой зализанный вверху Сделайте его как радиатор охлаждения процессора на компьютере Чтобы он мог больше рассеивать тепло И была больше эффективность рассеивания Чем больше мембран, тем быстрее тепло будет рассеиваться И как он тут сверху выглядит, действительно всем плевать Лишь бы только он не перегревался Тем не менее, InMotion над этим тоже работа Обещали в ближайшее время это тоже все не решить И это, говорю, очень важный, классный момент Единственное, да, что я их еще попросил Говорю, ребята, еще посмотрите Говорю над этим вот его торможением и разгонностью Они это объяснили очень просто Но я с ними отчасти согласился Я проверил, сделал такой тест То есть чем ниже опускаются педали Тем колесо начинает становиться более отзывчивым Чем выше педали по отношению к центру колеса, к оси Тем сложнее вам этим колесом манипулировать То есть именно нажимать его на разгон и тормозить на нем Потому что у вас просто получается меньше рычаг Спускаешь колесо вниз, оно становится простым колесом Подвеска фактически не работает Но зато оно становится более таким Более скоростным, что ли, и более динамичным Поэтому важный момент, говорю, не перекачать И не поднять слишком высоко педали Чтобы осталось это динамическое Но они так же пообещали поработать над этим вопросом Позаниматься, то есть посмотреть, что можно там с этим моментом Что-то еще проработать этот момент Так что будем ждать от них новостей Ну и так же, говорю, подушки действительно Здесь вам очень сильно помогут Именно в плане вот этой вот прыткости Что вы можете его теперь нажать Не только всем телом, наклонившись вперед или назад Но так же нажать его именно ногами Что на мой взгляд действительно делает управляемость намного выше Все остальное в порядке Немножко, говорю, здесь вот уже видно По прошествии времени краска немножко слезла Не сильно, но чего и стоило ожидать Трение и алюминиевая эта краска Она начинает потихоньку в этих местах вытираться Ничего критичного, ничего сложного Так дальше, говорю, колесо работает штатно И никаких проблем я с ним больше не замечал И никаких проблем с ним не испытываю Сейчас она стала даже еще более веселой Так что так, считаю отличный продукт Дальше считаю его отличным продуктом И здесь теперь уже по теперешним тенденциям Мы понимаем, что реально Inmotion занял нишу И конкуренции у этого колеса на рынке на данный момент нету Кто бы не говорил Кингсонги мы уже все видели То есть это качество сборки самой подвески Материалов, всех этих подшипников И как их там надо все разбирать и переделывать Об этом будет снята моя отдельная ревью Когда уже приедет наконец этот ТС-18 Который так сильно задерживается в пути Все расскажу, все покажу Но уже даже сейчас заочно Кингсонг ему явно не конкурент Я от своих слов не откажусь Гатвей ЕХ совершенно другое колесо Совершенно другого класса Веса и ценовая политика у него совершенно другая Она практически в два раза дороже получается на рынке Чем В-11 и в два раза тяжелее практически Поэтому совершенно другой продукт Тоже о нем будет скоро сделано на ревью Колесо уже в пути Так что ревью С-18 не за горами ЕХ не за горами и также не за горами Ревью РС Который также уже в пути находится И скоро будет у меня Но говорю, тем не менее В-11 получается как бы вне конкуренции Хотите мучиться, покупайте Кингсонг Не хотите мучиться, покупайте InMotion И катайте в свое удовольствие За отличную цену, прекрасный продукт Говорю, более чем достаточно 90% райдеров, я думаю, по всему миру Все, короткий обзор Ребята, с вами я, Денис Хагов Магазин Ктатранспорта iMac Увидимся, ребята Субтитры создавал DimaTorzok